всем привет меня зовут натали и сегодня мы отправляемся в зоопарк который называется он находится в германии в городе гельсинки хин в зоопарк мы сможем прибыли в 15-20 но нам сказали что если мы подождем до 16 00 то нам дадут скидку 50 процентов разумеется мы согласились на эту авантюру и несмотря на плохую погоду пошли гулять пасхальные яйца все как нужно счастливой пасхи перекусив клубникой мы направили сторону немецких дач именно так я называю небольшие территории на которые находятся летние домики куда немцы ездят отдыхать кто-то там идеально яблоню обработал вот да это яблоня судя по цвету советское солнышко ты про решетки на я вижу да и тут стекляшки как на советских заводах и в школах вот эти вот кубики они везде здесь уже там уже насекомые есть посмотри где ты шмелик ты шмелик я бы сделала у нас на балконе такое но боюсь что будет слишком много пчел или ос вот это вот что здесь какие а это типа грунт что а да я вижу регенбурна думает сергей больше нет пауки есть побежал один паук а вон оса осы не это было гнездо видишь видимо это было гнездо и а вон да есть черви проиграли походу этому всем известную битву время пролетело быстро так что заплатив 11 евро за вход мы получили свои билеты и попали на территорию зоопарка единственный такой нюанс нужно было еще подождать две минуты на входе чтобы пробить билеты ровно в 16 00 зоопарк поделен на несколько условных частей поэтому попав в общую зону нужно было сделать выбор куда идти в сторону африки азии либо же аляски так как я хотел посмотреть на нас и руку мы сразу пошли в сторону африки но не забыли соскочить за сладкой ватой какое бедрышко забегая наперед скажу сразу это тот зоопарк куда-то я хочу вернуться в первую очередь потому что здесь были животные которых я ранее не видела а во вторых здесь были жирафы я впервые в жизни увидела жирафов вы даже не представляете сколько зоопарков ранее мне обещали что у них будут жирафы а жирафов у них по факту не было а в этом случае и жирафы и смотровая площадка и отметка их роста и даже имена ну и в третьих мы не все успели посмотреть но об этом чуть-чуть попозже один пингвин хочет убежать прям как мультики мадагаскар ковальский ковальский стой стой ковальский улыбаемся машин они реально пытаются убежать видишь там еще один их реально четыре я не знаю какой немец решил что это конь и ну окей немецком языке существует два основа которые обозначают бегемота первое думаю все знают гиппопотам а вот второе это флюстферде которая в дословном переводе значит речной конь ладно минутка немецкого языка закончена продолжаем дальше стоит сказать что по сектору африка мы гуляли где-то полтора часа но этого все равно мало во-первых потому что мы не особо останавливались рядом с некоторыми водимерами а во-вторых большинство из них а где-то за 40 минут до закрытия уже были пусты поэтому я например не увидела то зачем сюда шла а именно носорогов но мы успели заглянуть в сектор азия а спит так мило рэк панду я не знаю но что-то очень большой вот сюда вот берет за за эти ручки человек и сюда вот тоже человека садят королевскую особь но в данном случае точно не по сути остались только те животные которые живут в закрытых помещениях а их к сожалению меньшинство так что за полчаса до закрытия ничего особо смотреть да и уже начинают выгонять постепенненько точнее простить аккуратненько чтобы мы уходили выручки что там происходит какой-то совет они собрались сена выдры подошли к обезьянам все происходит они еще одна кстати есть какая-то выдры нападают на это орангутанк или нет по моему это даже рамгутанк они оранжевые да да по идее это по моему их не боятся по ходу у них тут какой-то рейк рэкет красиво все так сделано я думаю они все замечают но кстати я помню смотрите смотри ладно она пошевелилась просто немножко крыло раз крылья раскрыла все азия пока а тайский тук тук с надписью таиланд выходим жаль времени конечно не ходила на аляску но ничего страшного вот такой вот влог тире экскурсия у меня получился я хотела передать атмосферу умиротворения которую прочувствовала на территории этого зоопарка и надеюсь у меня это получилось и если да ставьте пальчики вверх и пишите комментарии спасибо за подписку у нас уже целых двести семьдесят человек я просто в шоке от этой информации до следующее видео я